Приветствую вас, и давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, суть вашего сообщения мне ясна, тем более, что вы об этом уже задавали вопрос, правда, в эзотерику, вот, в раздел эзотерики. Меня интересует для начала, кому вы задаете вопрос теперь? То есть, вы задаете вопрос психологу или эзотерику? Может быть, вы ошиблись? Вот. А может быть, вы ошиблись, значит, с адресом вопроса? Вот. Это первый момент. Второй момент. Если ваша дочь ушла, как вы говорите, сбежала, сбежала, то, соответственно, ее, наверное, что-то не устраивало. Вот. И я думаю, что если ее что-то не устраивало, то, соответственно, нужно будет посмотреть, что именно не устраивало вас. Вот. То есть, ее что-то не устраивало, а вашу дочь. Вот. И чтобы ее вернуть, нужно сделать так, чтобы она захотела возвращаться. Чтобы ей было комфортно, чтобы ей было здорово, чтобы ей было интересно, чтобы она хотела вернуться. Ведь если она ушла, значит, ей что-то не нравилось. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому думается мне, что вот именно так и можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. то есть, я думаю, что вы же не будете насильно заставлять ее возвращать. Вы же не будете принуждать ее к возврату. Правильно? Я думаю, что правильно. И, соответственно, исходя из этого, я думаю, что нам нужно понять, что не устраивало вашу дочь. Вот. И исходя из этого, уже можно будет предпринимать какие-то шаги для того, чтобы ее вернуть. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. И последний вопрос, который я хотел бы задать вам, заключается в том, что вы хотите для дочери своей, что вы хотите для нее, что вам нужно, чтобы у нее, чтобы у нее, что все было хорошо. Вот. Понимаете? Действительно ли вы заботитесь о ее счастье? Или думаете о своем спокойствии, о своих интересах? Подумайте об этом. Подумайте. Подумайте и, уже исходя из этого, примите решение. А я или мои коллеги, мы поможем вам в том, что вы хотите. Вот. Мы сможем вам помочь. Вот. Я думаю, что сделать это будет достаточно легко, если вы сами этого захотите. Ну, то есть, если вы готовы работать, может быть, отчасти над своим поведением, отчасти над отношением с дочерью, вот. Вот. Над отношением к дочери. Вот так вот, скажем. Вот. И, соответственно, тогда ситуация будет складываться более позитивно. Вот. Давай. Но для этого, я полагаю, нужно убрать немножечко все-таки, вот, такие аспекты, как вернуть. То есть, никого никуда возвращать не нужно. Да? То есть, человек сам решает, чего он хочет. Человек сам определяет, что ему нужно. Вот. Или вы считаете, что дочь ваша на это не способна. Но если так, то тогда вполне возможно, что именно от этого она и ушла. То есть, вполне возможно, что именно от этого она и, ну, отдалилась. Вот. Понимаете? Какой аспект? То есть, нужно проанализировать, как вы взаимодействуете друг с другом. Вот. Мне думается так. Ну, мне думается, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Конечно, если, ну, конечно, если вы ориентированы на себя, да, если вы ориентированы на то, что хотите вы, и то, что скажет вам, верным и правильным именно вам, да, вот, то, соответственно, вряд ли ваша дочь будет счастлива. Вот. К сожалению. Ну, потому что вы будете руководствоваться не тем, что хочет она, а тем, чего хотите вы. И это, к сожалению, достаточно негативный фактор. Ну, для отношений между вами и ею. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.